Всем привет! Это Ирина. Меня никогда так много не называли Ириной. Ты когда меня называешь Ириной? Только в блоге. Ирина Валерий. Ирина Валерий. Ладно, с вами Валерий и я. И Тимофей Владимирович. Сегодня на рок-звезда Тимофей Владимирович и Валерий. Мы поняли, что... Мы перегородили улицу. А еще мы поняли, что вы любите смотреть, как мы готовим еду. И едим ее, очевидно. И теперь мы ее решили просто есть. Да, в этот раз мы решили не готовить еду, а просто ее есть в ресторанах. На самом деле нет. На самом деле это будет серия про обзор различных мест, где можно в Стамбуле вкусно покушать. Или невкусно. Да, такое тоже бывает. Вот будем пробовать, тестировать, дегустировать и дорогие, и дешевые варианты. Все, что нам расскажут и сами найдем, обязательно вам покажем. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И пишите комментарии. Задавайте вопросы. Да, пока мы еще всем отвечаем. Все всем расскажем. Тем более Стамбул это очень интересный город. И в плане кухни тоже. Надо туда устроиться сначала. Конечно, смотри, они же сидят эти... Они же сидят все в длинных платах и там раскорячились. Не видно, как они раскорячились. А я пришла такая, лосинка. Латрушкой наружу, как ты говоришь. Блин, не очень удобно. В прошлый раз был нормальный стол, не такой. Были нормальные. А, ну они посередине перестали. Там посередине есть нормальные столы. Да, они просто перестали. Ну, я точно помню, что это было... Это как-то... Оно так и называлось... Вот так. Каппадукия. Да, это неожиданно. Что ж неожиданного? Так, ну что, суп? Суп и лепешку. Только в прошлый раз мы с тобой очень много всего набрали. Давай посмотрим. Вот эту штуку мы ели. Вкусная. Здесь мы не ели. Нет, не здесь. Баранина. Хорошо. А где суп? Сыр? Суп. Суп? Да. Коза, которая дает суп. Я разумею шла. Вот лепешки я нашел. Тут денежки. Мы с тобой в прошлый раз даже руки находились здесь. Да, можно доставить, в принципе, тут свои какие-то... Мы в прошлый раз писали... Я писала статью на сайте об этом кафе. Просто мы два раза сюда приходили. Первый раз мне плохо было, помнишь? А второй раз нормально. Да, второй раз... Ну, тебе было плохо, но мы взяли с тобой еду. Да, ну помнишь, бабушки обиделись. Они обиделись, но мы с тобой... Мы лепешки заказали кучу лепешек, но Еле стало плохо. Но мы их не выкинули, мы их с собой забрали и в отеле потом съели благополучно. Когда Еле стало хорошо. Когда это Еле стало хорошо. А ты ничего, ты знаешь, как ты сидишь и вроде привыкаешь. Особенно если вот, если ты одну ногу ставишь, тогда уже не так враспорядку сюда. На самом деле, это надо прибывать не на полу сидишь, да, все равно есть подобие такой лапки. Вот так вот выглядит. А пароль. Видно, у них восемь восьмерок. Вот ты хитрый жук. Султаны так не сидели. Султаны вот так вот ноги, покажи, не вытягивали лапы под столом. Они как-то иначе сидели. Я не привыкши. Я не привыкши. Я... В общем, видите, тут все такие столики низенькие. Нет, есть человеческие, но в основном все сидят вот за такими низенькими. И сзади меня вот Каппадокия практически. И вот женщина нам будет делать лепешечки. Представляете, какая молодец. По традиции сразу мы приходим сюда и пускаем лепешечки с картошкой, с сыром и спинатом. Ну вот, женщина нам их готовит. Сейчас свежие ждала. Сидела, чем делать. Мы пришли. Работу добавили. Такой труд. Смотрите, какой сложный. Она делает их раз очень тоненькими. Она их делает очень тонкими, красивыми. И потом туда делать начинку. А печет, наверное, тоже она здесь. Да, вот видите, в холодильнике у нее начинка. Вот раз, мой шпинат пошел. Слушайте, она же целый день здесь сидит. Вот так вот, как говорится, на картонах. А, так, шпинатовый сюда кладете. Такой свежий. Ничего себе, обалдеть. Куча, смотрите, свежий шпинат посолила. Офигенски. Да, это прям класс. Ну, видно, что оно, конечно, с любовью все готовит. Прям я очень рада, что... Ой, боже, как красиво. Спасибо вам большое, женщина. Как вы? К нам добры. Первый раз такие лепешки мы попробовали в турецком отеле. Там это было развлечение, а здесь это ресторан. Оп, смотрите, видели? И все, теперь это будет жариться. Так, вторая пошла. А, то есть она взяла три шарика, распакала нам три шарика. Так, это у нас что пошло? Это у нас тут сыр. Но сыр, смотрите, не в нашем понимании сыр, а это... Нет, она картошечку решила делать. В общем, сыр они называют творог сыром. Вот, смотрите, как раз она картошечка, такая будет у нас сейчас картошечка. Тоже вот с солью. Все натуральненькое. Класс. Мне очень нравится. Я хочу показать вам, как она его будет зашвыривать на печку. Вот я не знаю, из чего печка, наверняка там камни. Очень-очень все отработано у нее, конечно. Прям класс. Как мне нравится. Здесь все класс. И все равно будет их жарить. Такой, знаете, элемент шоу, конечно же, здесь. Потому что ты смотришь, как тебе готовят. Ассорти, традиционных закусок. Тут очень много всего, и все это очень вкусное. Очень люблю чечевичный соль. Это суп. И еще нам нужна пита. Это вот идет лепешка. Я знаю, что мы, чтобы каждый зимой любим этот соль, и в него нужно выдавливать лимон. Это чечевичный соль, да? Да, чечевичный. Спасибо. Мы знаем, как говорить по-турецки «спасибо», но не говорим, потому что они начинают с нами тогда по-турецки разговаривать. А дальше мы не понимаем. Ну, как со всеми языками, если ты выучил два-три слова, это проблема. Надо сначала научиться понимать язык, а потом уже можно пытаться говорить. Но про это слово мы скажем отдельно, да? Нас учили говорить это слово, оно звучит примерно не так. Тащаке Эдерин. Первый раз нас учили говорить его, и нам написали на бумажке эквивалент английских слов. Нам сказали, нужно запомнить, там было Ти, Шуге, Эдерин. Типа чай, сахар и мечты. Вот. И получается, это Тащаке Эдерин. Я даже найду эту картинку, где нам кто-то это делал, и мы приложим, да, в видео. Да. Ни сфоткал, ни съел. Да, понятно. Потому что кроме Ютуб-канала нам приходится еще вести сайт и Инстаграм. И все про путешествия. Поэтому приходится снимать видео, рассказывать еще и записывать истории, сторизы в Инстаграм и снимать фото для всего этого. Работай, не початай край. Но мы справляемся. Беззильник. Как говорят. Ты ложкой уже фотографируешь. Да, да, да. Подожди, все как положено. Надо руку, красиво. Все дела. Класс, все, нужно есть. Прилетели свежеиспеченные репешки. Это шпинат. Это картошка или нет? Это сыр. Это картошка. Да, вот это картошка. Горячие, порезанные. Очень вкусно выглядит. И на вкус не хуже. Опять традиционная фото. И сейчас он уходит в суп. Да. Да? Да, хочу снять. Не получается. Суп подают, он получается такой пресный. Поэтому к нему лимон прилагается. Нужно лимон хорошо туда выдавить. И я еще посолю. И тогда получилось вообще супер. А я перчила. То, что делает, да? У меня все, все с перцем. Вот это она на вкус как айран с травой или с чем-то таким. Ну, здесь смотри, я вижу явно голма, явно оливье. Вот это мы с тобой любим. Типа аджики. Да, типа у нее. Это скорее всего кумус какой-нибудь сейчас попробуем. Это очень вкусный кумус. Не ешу. Тебе не понравится. Я понял. Дальше. Давай. А это что? А то тарелку показали. А что это такое? Это знаешь, что это как грузинские пали есть, знаешь? Да. Вот это похоже на него. Такой, как кабачки, попробуй. Очень интересно. Да, как кабачковый экран, что это такое вкусно? А вот еще есть, смотри. Вот это точно как экран. Ой-ой. Ты тоже не ешь. Да? Как твоя мама говорит. Да что-то сладкое, вкусное. Я, по-моему, вот это люблю всегда. Да, я люблю это. То есть, я вспомнил, я каждый раз вот это заказываю. Как аджика, но она... Да. А, с перцем. Я вот это люблю. Да. Да? Да, такая с перцем вкусно. Ну, не кислая. Как бывает. Ой, класс. Это я люблю. А это, по-моему, какая-то... Какая-то крупа. В томатной пасте, что ли? Да. Да. Это такой микс закусок. Ну, вот я больше всего люблю вот это и хумус. И вот это белое. Надо узнать название, мы с тобой узнаем и все еще раз, как адекватно люди расскажут. И можно будет выбрать уже что-то одно, они все подряд. Ну, это на той ассорти и дается. Что, если вы не знаете, чего выбрать, потому что огромное количество этих закусок, то можно попробовать сразу всем. Сейчас мы идем с названием. Расскажем про чечевичный суп. Эти супы называются чербасы и большая разновидность их. Они бывают томатные, чечевичные, цикленные. Ну, в общем, очень много всяких видов, на самом деле, этих супов. Пока, Тимофей, если чечевичный суп, расскажу немножко про эти запускы. Итак, называются они мезы. Как мы увидели из меню, и мы слышали, как нам говорил этот официант. Они очень популярны в различных странах. Это что-то типа, ну, закусок, как, например, антипасты в Италии или топасы в Испании. Так и здесь. Это подается перед едой, чтобы разогреть аппетит. Ну, вот мы неправильно люди, мы едим все вместе. Обычно это такие пастообразные закуски. Вы в состав смотрите, может входить следующее. Это могут быть обычно из овощей, йогурта, кускуса или нута. Но бывают также рудные и мясные варианты. Лепешки, которые мы называем лепешками, в русском переводе, в турецком меню, они называются блинчики. Называются гизлиме, на самом деле. Это традиционная деревенская кухня. Они просты в приготовлении, но процессы увидели. И очень вкусные. И, кстати, вот понятно, что с картошкой и с травой, со шпинатом наполнитель такой и есть, как называется. А вот лепешки с сыром, это на самом деле творог, а не сыр как таковой. Ну, молочный, кисломолочный продукт, можно сказать. От этого они хуже не становятся. Очень вкусная вещь. Рекомендую. Долма. Традиционное блюдо. Ну, не только турецкой кухни. Я думаю, вообще-то армянское блюдо. Ну, да, многие народности ее готовят. Но в России ее готовят те, у кого есть виноградники, у кого есть участок земли, или куст под домом, или дача. И кто выращивает виноград. Вот мы, например, достаточно часто обдираем спелые листья, точнее свежие листья, весной особенно, когда они еще молодые и тонкие, только наливаются соком. Замачиваем их в воде и готовим отличную дому. Ну, как-то в наших корьях это блюдо пользуется от популярности. В Армении у нас новая. Ну, кстати, да. Это, конечно, откладывается. Я там без слоя не буду переживать у тебя. Ты знаешь, что она положила тебе свежей спиной? Я в ней не сомневался. И мы, как традиционно, начинаем как небюджетные туристы. Да, первый человек большой. Но это наш первый обед в этом приезде в Стамбуле. У нас счет вышел 81 лира. И опять же мы не все съели, потому что много было. Пожадничали бы. Микс не надо брать. Ну, а как люди попробуют, что им больше нравится. Если один раз микс взять надо. Смотри, но на наши деньги это получилось 1200. Так уже как-то повеселее стало, да? 81 же чуть вроде как евро. Нам знакомые рассказывают, что здесь в Стамбуле можно поесть... На 20 лет. Ну, на одного человека на 20 лет. А то что? А то мы пока расскажем. Спасибо. Это YouTube-ченнел, а у YouTube-ченнела Балтик в Стамбуле. А, хорошо. Рассказывают, что можно поесть на 20 лир полноценно. Ну, мы попробуем. Найдем эти, вертоли, места. Попробуем, да, что это за места. И мы о них обязательно расскажем. Тебе понравилось? Да. Я люблю, когда бабки лепешки живут. Главное, что не я. Да. Так масляница, тем более. А, он блинок поел на маслянице. Считай, блин. Спасибо. Вот так вот захотел выпить чаю турецкого. Он 8 раз остынет, пока Ируся сделает правильные кошерные фото. Слушай, а Ируся делает этих фотографий, не же здесь все будет делать. Кстати, турецкий чай очень вкусный. Мы в 15-м году, когда мы последний раз здесь были, в январе, мы купили мешок чая, по-моему, килограмм или полтора. И у нас до сих пор осталось полмешка дома. И мы его периодически завариваем. Он такой очень, с характерным вкусом, очень вкусный. Но они его все пьют с сахаром. Да, местные жители его предпочитают с сахаром. Но они, правда, пьют его ведрами. Вот в этих маленьких графинчиках. Но они пьют его постоянно. И как называется? Как заядвые чай любители. Называется он Чайвар. Какая-то правильная еда. Ресторан правильной кухни. Интересное место. Надо добрать ящик. Еду дают в ящик. То есть ты уже больше ящика явно не берешь. Не возьмешь, короче. Явно ты больше ящика ты не наберешь. Но они не знаю, что можно взять два ящика. Так, вилки, ложки, ножи и все прочее. И надо брать вилку ложку или что? Ну это потом можно взять. Верно? Ну когда выпьем еду. Ладно. Вернемся в днем. Видишь, написано креатив, в оригинал. Ладно. Оригинал креатив. Вот смотри, отыйди осторожно. А вот смотри, вот что я как взял. Красиво у вас. А, надо еще деревянные брать. А что? Что перерабатывать? Это стопроцентная органика. Можно брать здоровую еду и деревянные приборы. Чтобы их не мыть. Потому что когда моют посуду, используют мыльные средства. А это вредно для природы. Ну то есть тут загоны такие конкретно. Загоняются по здоровой. Очень тяжело, что здесь они видишь, говорят, основной турец. Что это? Это яйца, сыр. А здесь? Я тоже ящик возьму. Да. Да. А что еще? О, а мне один. Два. А, понятно. В топопорции, да? Попорции, да? Попорции. А что еще? Что? Что? Пинс. 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 Это вот на гриле что-то похожее. А это... А это я-то далма, далма. Это я-то изменю его не далму. Давайте мне вот это вечно волнец. Капустка вон там в кляре. Да. А что вот то? А что это? Это я-то я-то. О, с йогуртом. А это? Вот он. Бахты на сальчат. Пинс. 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 Окей. А мясо где? А это что? Чикар. Чикар. А платится тут, слушай, может быть тут как-то платится за миску? Можем быть. А можете вы мне подсказать, извините, как он пристанет? Тут платится за миску или за порцию или как? Пелятина все считают. Я не знаю, где-то раньше. Да, я тоже. Я вот потом так вот, не спешу. Они не взвешиваются. За тарелку, наверное. А, может мне еще что-нибудь взять? Конечно. Попробовать. А может быть мне все-таки грибы? Машину. Да. Видимо все-таки сколько тебе влазит, столько тебе и дают. Все, спасибо. Лови. Такое тяжелое. Так. Это все наше? Видимо цену порцию. Ты можешь насыпать себе чего-нибудь. Мы выяснили, что да, в тарелку можно положить много всего. И это будет фиксированная цена. И вот мы нагребли столько всего. И получился на чек почему-то опять на 81. Как и вчера. Вот. Но сама по себе еда стоила по 25, наверное. Да, скорее всего. Ну тут ни черта не понятно. 18 это смотри. А что нам не за термин супа считала? Хотелось бы знать. В общем, это такой вот органик веганское кафе. Тимофей сейчас возьмет даже дириганные вилки и ложки. Итак, кошерные приборы. И все-таки я надеюсь, что я удержусь. Но здесь очень привлекательно выглядят все эти булочки и семиты и все вот это. Хочется очень взять. Я бы взяла. Так, что мы тут набрали? Кстати, ценник вот выше у нас 81 лира. Это 1200 рублей. Это у нас второй день уже 1200 рублей. Кстати, это кафе называется гараж гида. Блин, сложно. В общем, оно находится... В фудзоне? Да, это фудзона. Как оно? Гараж? Зорлу. Зорлу центр, да. И на среднем этаже, на нулевом этаже находится фудзона. И там вот эта кафешка со здоровой и вкусной едой. Вот мы набрали. Это курица. Это капуста в кляре. Это кинуа, по-моему, в чем-то. И с йогуртом с салатом. Здесь грибы, салаты, что-то еще. В общем... И все кончено салат. В общем, много всего набрали. Эй, не взяли трубочку. Это сок и это чайник. С чаем. Какая странная вещь. Я не знаю, как они едят этими приборами одноразовыми, но такое впечатление, что облизываешь дерево. Полон такое же с этими занозами. Поэтому я тебе дам из железной милки. Вкусно? Вкусно и так, что-то. А еще попробую приборщить. Нет, ты, конечно, лучше готовишься. Пока ты думала, я съем. У меня какой-то веганский обед. Вкусно. Это вкусно. Хочешь птичь? Да. Какие хорошие. Это пирог, что-то там... Что надо, яйца. Зелень, яйца, да. Прикольно. Здесь все почти веганское, кроме твоей курицы. Все, что было, вот, баночка, все веганское. Да, тут есть еще лапша, всякие салаты, вот киноа. Это киноа смешанное со всякими овощами. Название, вот я увидел, называется вот плюс китчен, а не гараж, как я нашел. Это гараж, наверное, фамилия просто ИП гараж. Да, ИП гараж, вот плюс китчен и плюс кофе. На стаканчиках. И плюс еда, очень вкусная еда. Вот мы уже тут... Как это это все называется? Едим сначала Ирусина, потом мое. А потом каждый свое. Очень вкусный сок у них, кстати, очень сладкий. Это фреш апельсиновый. Но мне подошел, сказал, ну шуга. Пиноккио. Нет, у нас переская вечеринка. Я должна быть только с этим, с красным колпачком. Ну это что тебе цвет больше подходит. Не видно. Мне все видно. Ты видишь, ты сам смексуешь. Она и мексуешь. То есть только написано, что ты берешь базу, там добавку и давать чего-то там еще два. Десерт, что я. В общем, на турецком все равно ничего не понятно. Странная штука, но главное, что это очень вкусная кухня. Мы протестировали еще одну еду. Еще один вариант обеда. Вот у них написано снэк, суп, десерт, меце. О, теперь мы знаем, что это закуска. Меце. Салат, почему-то сэнный резючок. Это уже английский начался. Это не резючок, но это деревяшка просто. Нет, там все в кучу. А, сэнный суп точно. В общем, еще одно заведение небюджетной кухни. Не, ну как, в Мирком России нормально. Нет, это не дорого. На каждом 600 рублей нормально, а в Мирком, да, в Мирком, да, в Мирком, да, в Мирком, это не дорого. Мы просто еще не нашли обещанную еду за 20 лир, да, за 300 рублей. Думаю, не найдем. Зная, нас можем и не найти. Но было вкусно. Идем дальше. Кулинарные заметки на нашем канале. Долго цельмонцы не стали, очень голодные были, поэтому пришли прямо напротив нашего отеля. Вот он, за окном его видно. Вход в отель, напротив ресторан. Он называется... Посмотрим позже, да. Заказали много всего. Там лепешку с сыром, томатный суп, мясо, салат. Ну, в общем, будем сейчас смотреть. Очень голодные. Поэтому, возможно, заказали много. Ну, если что, с собой заберем. Если что, пусть несет нам домой. Я хочу есть. Пока вкусно. Но там вот видно, кстати, можно сходить. Это что? Это суп. Как быстро принесли суп. Здесь собирается покушать небольшими семьями по 50-60 человек. Ты можешь там показать, как повар будет делать нам сажать пешку, сажая пешку. А вот тут мясо есть. Классно так, в заготовке мясное. Кухня работает. Мне просто его рекомендовали мои фолловеры. Сказали, что его непременно нужно есть. Вот, не вкусно. Как-то он называется там. Черная мамба или как-то так. Да, мне нравится. Да ладно. Эй, сейчас я расстрою, что я не взяла. Попробуем. Вот прям томатный суп. Томатный суп. И я тоже хочу. Скажи спасибо. Спасибо, да, мои фолловеры. Может, мне тоже заказать? Нет. Вы порекомендовали хороший суп. Томатный прям зашел. Как говорят одни наши знакомые, началось как ухозе утро. Заказала Ира маленький салат. Смотрите. Вот эта порция, они считают на одного. Вот еще вот это мы заказали. Это вот Тимусин на одного тоже сказал. Хорошо, что мы напротив нашего отеля, потому что дойти будет тяжело. Хорошо, что мы, да, часть домой заберем. Но вот это такое, как Абжарский Ачапури. Как лодочка. Видишь, это сыр, потрясающая вещь. Там очень тонкое тесто, да. Больше. Сейчас еще мою еду принесут, я боюсь. Боюсь, представить, какого размера она будет. Говорят, из страха глаза велики, но сегодня мы поняли, что это у голода глаза велики. Потому что, смотрите, принесли мне еще вот что. Главное, этим не обжечься. Смотрите, все горит. Огонь. Фаер Мадам, мы это все съемим? Ну, заберем с собой все что-то. Жесть. Это прям жесть. Хорошо, что ты не два шашлыка заказал. Я подумал, да, что надо одного паря. Главное, да, ешьте маленькими порциями, да? Да, ешьте маленькие 20 блюд. На вид такая забегала, ну, столовая. Забегала в хорошем смысле. Столовая. Такая поела и ушел, не ресторан. Но это очень вкусно. Прям капец, как вкусно. И там кухня, человек готовит все свежее. Классный шашлык из баранины. Крупа, день за что, она очень мягкая и в томатном соусе очень вкусная. А у меня тут целый соус, посмотри. У меня тут и овощи, и мясо. Как раз баранина тоже, да? Да, и грибы. Или буй, ты прям. Ты даже видел, как она дымилась все, когда принесли. Все это он. Ты же все обещал найти место, где можно за 10 лир поесть на 100 человек. 8, 8, 8, 8, тут вычили, тут вычили, получили 104. Ну, в общем, тут пен проверишь, что у них тут было. Да, тут сложно читать. В общем, получилось за все вот это 104. 104 это сколько? Полторы тысячи рублей. Да, сейчас Целлира упала, поэтому полторы. Отличное место, вообще супер. Для, очень классная еда, несмотря на такой внешний вид-то спорный, а еда прям супер. Сейчас мы выйдем с ними за завалу этого. Цена отлично. А там мужики лепят и лепят, ты бы видел, они там не успевают долепить все. А салат мы даже не ели с тобой. Салат мы с собой забрали. Да, да, да. А где этот друг, который... Ухалимский баб. Очень вкусное место оказалось. И вышло на это полторы тысячи рублей. Очень много, почему-то, почему-то очень много пришло русских обедать. Не, 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 ты неправильно говоришь, это не русские, это русскоговорящие. Это заведение нам понравилось. Ставим ему лайк, выставьте нам лайк. Вот, поедем дальше тестировать новые заведения. Мы пришли в наш ресторан, в который мы часто ходим, когда здесь бываем. Мы его называли сюда Аган почему-то, но он называется Хатай-Хатай ресторан. Нью-Хатай ресторан. Хотя мы его всегда назвали Аган. Он находится возле отеля Аган просто. Я пришел для двух человек. Я пришел для чек, пива или мель. Что это? Томата с чили. Чили? Ну, может быть, не чили. А, томата с чили. Идрибит спайси. Да. Сегодня будет классное блюдо. Я думаю, это при нас будет готовить все-таки. И это будет кебаб. Вот, классно. Рекомендуем его пробовать. Даже, ну, помимо того, что он вкусный, это мясо в соусе. Мы заказали микс мяса. Это курица, лэмпы, баранина и говядина в соусе. Подается, готовится в горшочке. Прям при вас. В общем, будет классно. Ее же надо туда наливать или нет? Да, да. Ее надо наливать сюда, разве воду нет? Да, да. А, извините. Кто еще не пробовал, турецкая водка. Очень вкусная. Ее можно пить чистой, можно разбавлять с водой. Это не своя водка, поэтому она делается молочной, как в фильмах показывает Сумакон. Но многие говорят, что им не нравится. Многие говорят, что она пахнет петусином. Мне она пахнет абсцентом. Ну да, есть. Как там, то есть, меня нашел колонну готов. Готическое прошлое не дает покоя. Да, колонна готов. Нам принесли хумус, закуску и вот такой большой хлеб. Хлеб из камен, он сказал, что типа, я так понимаю, он имел ввиду, что хлеб придет по-любому. Вот такая большая штука. Вот. Вот ее разбавляют один к одному обычно. Чудеса. Ну вот так сделаем и себе тоже разбавляют. И вот в реакцию с водой она делает вот такой классный цвет. Но она становится мягче, приятнее пить и ароматнее что ли. Мол. Чудеса. Мол. Чудеса. 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 Готово. Телок витро. Боже, какая красота. Смотри, что они принесли. Они принесли к этому горлину. Да, вот он, обещанный екебаб. Очень эффектное блюдо, оно еще и вкусное. горшочки все готовится потом подогревается на костре и прямо не вот так вот как наши казаки срезают горлышко но кстати у нас тут горлышко куда еще одно выносят то есть разные рецепты разогревания элемент шоу конечно присутствует нет 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 да да ну давай сама то есть деревянная ложка масштаб на всю армянскую семью потому что у них семьи большие наверно поэтому давай ты сам лавровые листья нашел много лаврового листа вкусненько мы с тобой все каждый раз откладывали классное весло взять ну ну ложка как весло ну так говорят кто ладно провисло вот это да это немножко не пита бита на более так плотно и потолще а это как раз вот то что то что в печке делают она так надувается это лаваш этого важно он просто надувается но вкусно я вчера его видела что в улице заказывали мясо очень нежно очень мягкая грибы очень вкусно да как говорится лопну надоем но в общем но почти почти осилили это было очень вкусно теперь и требует бесплатный чай и твою бесплатную похлопу да нам обещали расскажи нам про стаканчики это очень интересно мы же с тобой это в прошлый раз узнали об этом ну мы на видео не рассказали то есть как обычной формы эти стаканчики да ну во первых они этот чай пьют везде вместо воды вместо воды и хлеба посмотри утром начинается просто мне кажется кто-то здесь не было это невозможно представить ты идешь по улице везде эти стаканы стоят на ступеньках на табуретках везде они стоят проходит мужик разносит этот чай потом на обратном пути он соберет эти стаканы стаканы тоже имеют определенную форму если вы видели они проще говоря что они имеют форму тюльпана ты расскажи про вот этот кровь там не кровь черный крепкий но еще говорят что эти стаканы имеют форму совершенной любви и считается что типа именно такая форма сохраняет вкус и свойства держать его нужно за талию сейчас нам принесут я вам показала про кровь я забыла ну там есть крепкий есть не крепкий да крепкий темный или слабый светлый идеальным считается когда цвет чая темный немножко красноватый но вот как нам все время с тобой дают образно такой оттенок называется кровь зайца я просто очень много читала про эту кровь зайца я искала на самом деле где найти что это такое потому что все пишут что чай должен быть как кровь зайца оказывается это вот такой мудром с тобой фотографировали когда он такой вот красный вот а сахар они почему-то все время кладут в кусочках любят сладкий но мы опять же повторяем сахар лучше не класть потому что проверено на нас двоих и на наших некоторых знакомых фолловеров что нам становится плохо от этого чая сахар говорят что типа эта смесь на нас как-то не очень действует вот такая история если хотите подробностей вот ссылка подписывайтесь на инстаграм валили и будете читать все и знайте в курсе событий всего-всего будете чай всем я хочу тебе подарить чай подарочного чая видимо мало чтобы всем хватило распределяет который о чем говорят мужчины чтобы все поняли что его мало это нам что дали? пахлава? да пахлава, чай вот они эти самые бокалы но горячо поэтому сверху удобней все равно горячо они кстати разных размеров вот таких вот да, вот таких вот маленьких там грамм на сто да, главное никакого сахара вот сахар туда не кидайте будет тошнить жутко вот почему-то проверено неоднократно может дело привычки, не знаю так, самое интересное сколько стоил этот банкет? я на самом деле сильно преувеличил когда сказал про... ты уже векцию? да, ладно я сильно преувеличил когда сказал про 200 лир вот весь ужин на мыши 160 лир у нас есть чаевые? да, есть 90 это стоило вот этот вот кебаг горшок а что такое 20? а это раки двадцать две штуки сорок это хумус и вот эта закуска вторая красная и пита стоило 3 лиры 2400 на рубли 2400 на рубли мы рекомендуем это классное место снова хатай кафе снова наши кулинарные заметки и мы опять в хатай кафе или ресторан что мы рассказывали там где нам жарили прямо на углях на улице сегодня мы просто взяли другие блюда у меня какая-то баранина с баклажиновым пюре а у меня люля и очень много травы рис, картоха лепешка перец, помидор они любят гарниры и классный хлеб горячий ну здесь традиционно все вкусно поэтому в общем то чего рассказывать мы всегда просто в то место чаще всего ходим попробуй горячий это баклажанное пюре то есть это не картошка очень вкусно это практически высокая кухня Турции на этом я думаю можно заканчивать мы сейчас это съедим покажем счет все остальное просто знайте что это классное место здесь вкусная еда что бы вы не выбрали я уверен вам все понравится мы поели было вкусно подробнее уже не будем останавливаться уже все это проходили хороший ресторан мы поели так 78 лир 78 лир на двоих это 1300 ну примерно там ничего не понять покажи он понимает а вода water 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 steel water 1 сейчас расскажу что происходит сейчас мы закажем ее они мне так нервничают здесь они обслуживания отвратительные как видите мы в большом ресторане очень много людей очень шумно и очень не совсем понятно по-английски потому что это еще один ресторан куда ходят исключительно местные жители и находится он в необычном месте по-английски по-английски мы так и знали такой не такой там было чисто кальмары кальмары он так и сказал кальмары мы приехали в стене парк походить погулять торговый центр находится ну наверно полчаса езды от центра города и в нем есть классный ресторан масса называется масса он такой полу итальянский полу турецкий какой-то смешанный и здесь очень вкусная еда мы тут бываем каждый раз когда бываем прилетаем в стамбул и очень ну разные блюда всегда пробовали и тут очень вкусно хотя бы пытались от них сегодня добиться просто тот салат который я увидела но это не тут но какая разница это все равно будет вкусно сложно да просто я хотела видишь это как в Лондоне вот это вот бобы я увидела у мужчины они кушали эти бобы но мы их в меню их не нашли поэтому не знаю может быть они турки сами их заказывают знаешь ножку неплохо было бы дать нам салату например вот так выглядит салат это на одного человека поэтому мы это уже это только знаем мы взяли его двоих потому что тут очень большие порции опять же ресторан для местных он находится в премиум зоне торгового центра ценник здесь ну в принципе вот и из того что мы были да он чуть выше среднего мы посмотрим какой будет счет 40 или 50 лир если сравнивать с теми местами где мы кушали в Стамбуле в старом городе то это конечно дороже наверное в два раза дороже но в принципе если на рубли перевести 750 рублей за салат ну нормальная цена вот спасибо спасибо так вот нам принесли еду это мое лазанья а это спагетти вот тебе тут много накидали а тебе не на самом деле еще больше просто большие тарелки и тарелка кажется что немного но на самом деле порции огромные пиркичные 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 еду из дамали теньги руки они любят все таки тани внутри это любят участвовать в процессе любят передавать приветы на камеру это нормально здесь вот кстати важная деталь Обычно в дорогих ресторанах, ну как подача блюд, она систематизирована. То есть пока ты ешь салат, тебе не приносят. Здесь все-таки турецкий сервис, он такой, да, и не дотягивает до европейского уровня. Ну вот те рестораны, в которых мы до этого будем, там все будет хорошо. Там, да. А здесь просто принеси по мере готовности все. Однимая ложка на пучу, и одно остывает, другое нагревается. Ну, немножко это неправильно. Хотя для такой цены сервис должен был быть по-серьезности. Именно подача блюд та же самая. Хотя людей много, персонала, они все носят, наливают воду, хлеб, масло, ну, все это приносят. То есть прям с этим нормально все. А вот именно со временем подачи. Какие-то трамбы. Итого, самая любимая часть ресторанных обзоров. Итого. Я только что обошла, но это было 7 или 6, что это? 167 лир. Хорошо, сейчас хорошо. Вкусно. Да, да. Спасибо. Отлично. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Ирошин изгуд. Наконец мы можем рассказать и о бюджетной еде. Это фудкор в обычной фудкор зоне. Здесь есть Макдака и все, ну, всякая такая хрень. И очень много заведений мы в прошлый раз не брали. Смотрите, это опять их, это крошка картошка, в которую напихивают все, что нашли в доме. И есть вот такие вот, смотри, с этой. С этой с мясом. У нас получилось 53 лиры за два блюда с мясом и две колы. Сейчас посмотрим, что там заходит. Ну, то есть по 26 на каждого. Вот как раз это бюджетная еда. 53 лиры, это 1500 рублей. О, да, это 700 рублей. То есть на каждого по 350 рублей. А, покажи эту картошку. Вот она, крошка картошки. Окей. Окей. Пойдем в место. Мы даже нашли место с диванчиком. Ну, фудкорт обычный, как у всех. Ну, расскажи, что они могут делать. Вот такая вот зона. Картошки могут менять все, что вы хотите. В этом особенности. Да, в этом плане они, конечно, очень гибкие. Комменты ориентированные. Очень гибкие. Потому что мы зашли в одно место. И он говорит. Он говорит, у нас есть только макарон, как гарнир. Я говорю, я не хочу эту пасту. Я хочу картошку. Он говорит, не проблема, я пойду напротив и поменяю. Возьму у них картошку для тебя. У нас, говорит, нет картошки, но я возьму у них. Плюс они все тут зазывают, приглашают. Очень прикольно. И меняют. То есть, все, что хочешь. Конкретно блюдо готовое, которое у нас говорят в меню, мы не можем менять. Здесь они могут все поменять. Ты можешь заказать картошку с курицей, а получишь рыбу с рисом. И, ну, то есть, по твоему желанию, естественно. То есть, все, это возможно. И в этом плане нам тут, это нравится их черта, конечно. Ого-го. Знаешь, почему так? Нет. Потому что, девочка забыла, я говорю, я спросил картошку. Она такая. То есть, это только твое? Да. А там дядечка, который готовил картошку, говорит, минуту, дал мне это и все, иди. Ни денег не спросил? А мое, Аида? Или за то, что дали тебе, мне сказали, вашей бабе не давать? Да, и не сказали, не надо. Это я съем картошечку. Выгорячь. Ай! Только из печки. А я сейчас принесу. Ого-го. Да, я, по-моему, это и в прошлый раз ела. Наверное, это тебе. Класс. Субтитры сделал DimaTorzok